Добрый день, Ольга Эдуардовна, Татьяна Юрьевна, коллеги. Большое вам спасибо за приглашение. И добрый день, наши дорогие пациенты и их родственники, которые сегодня присутствуют на этой пациентской сессии. Об этом уже много раз говорили мои коллеги в предыдущих сессиях. Но я хочу ещё раз сказать, насколько важно включать пациентское сообщество в онкологические форумы, и как здорово, что это происходит, и как здорово, что диалог налаживается. Я сама доктор и химиотерапевт, консультирую каждый день пациентов, и большая часть моего дня – это общение с пациентами. И одновременно это очень важная и приносящая удовлетворение работа, но и самая сложная, одна из самых сложных, иногда эмоционально изматывающая. И каждый день я стараюсь вести этот диалог лучше и эффективнее для своих пациентов и для их родственников, и для себя. Вот, собственно, об этом диалоге я и хотела бы рассказать. И хотелось бы ещё раз сказать, что мы должны помнить, что врач и пациент – это одна команда. Мы играем на одной стороне и должны общаться друг с другом, должны учить друг друга, уважать друг друга. И только такой вид взаимодействия может пойти всем на пользу. Хочу сразу отметить, что у меня короткий доклад, и он напрямую не будет говорить об эффективных навыках коммуникации врача и пациента. Это отдельная лекция, отдельные тренинги. И сразу мой большой совет всем коллегам, кто ещё не был на таких тренингах, такие обязательно пройти, их много сейчас. Я хочу рассказать скорее о том, как можно этот диалог наладить с разных сторон, со стороны врача, со стороны пациента, медицинского учреждения, и о том, как реально в нашей клинической практике он влияет на улучшение результатов лечения. Ну, мы уже знаем, что они, правильно налаженный диалог между врачом и пациентом, улучшают удовлетворённость как пациента, так и врача, улучшают результаты лечения, и я вам покажу, что это действительно влияет на то, сколько пациент в итоге живёт. Это влияет и улучшает приверженность лечения пациента. Пациент будет меньше обращаться к непроверенным источникам, к неэффективным, иногда токсичным лечениям. Он потратит меньше денег на поиск ненужного второго мнения. Он с меньшей вероятностью уедет на какое-то дорогостоящее, иногда ненужное лечение за границу. И в итоге приверженность его лечения, насколько он будет хорошо следовать рекомендациям врача, тоже от этого зависит. Конечно, это уменьшение количества жалоб и количества судебных исков. И, к сожалению, врачи постоянно с этим сталкиваются, и это очень грустно, когда на врача падает бремя и большого количества жалоб, и большого количества судебных исков. И это способствует уменьшению эмоционального выгорания. И среди онкологов, и мы знаем, что проблема эмоционального выгорания стоит очень остро, и стоит очень остро в России. И на виртуальном конгрессе АСКО в этом году были доложены результаты российского исследования. Татьяна Юрьевна, может быть, меня поправит, но 70% онкологов из России сталкивались в своей жизни с эмоциональным выгоранием. Поэтому хотелось бы начать с того, что диалог этот важен не только, когда человек уже проходит лечение, а важен уже на этапе постановки диагноза, на этапе получения информации о диагнозе, о том, зачем мы лечимся, какие мы цели ожидаем от нашего лечения. И мы уже знаем, что пациенты, у которых нет понимания задач своего лечения, они реже обращаются в палиативную помощь, в итоге меньше её получают. Существенно от этого снижается качество жизни пациентов. Особенно в конце жизни пациента они могут получать ненужное и агрессивное лечение просто потому, что у них недостаточной информации было изначально о том, чего они ожидают от лечения. Они испытывают больше тревоги и депрессивных расстройств. И это, на самом деле, не до конца понятие, не все коллеги это понимают, что полная информация, наоборот, ведь даже о том, что заболевание неизлечимо или о том, что активное лечение больше не показано, так вот информация об этом, наоборот, ведёт к уменьшению депрессивных расстройств, а не их увеличению. И пациенты, у которых нет полной информации, реже распознают опасные симптомы своего заболевания. Поэтому диалог этот очень важен. Хочу немножко рассказать исследование, которое было доложено АСКО в 2018 году. Исследование заключалось в том, чтобы оценить, насколько врачи и пациенты по-разному видят свои задачи лечения. И если есть общее понимание того, зачем мы лечимся, то на графиках мы должны увидеть точки, которые стремятся к прямой линии. Так вот, на первом графике мы видим абсолютный хаос. Нет единого понимания задач лечения у врача и у пациента. То есть на вопрос, зачем мы лечимся и какова цель нашего лечения, врач и пациент ответят совершенно по-разному. На втором графике мы видим то же самое хаос. Но здесь вопрос другой. По мнению врача, как пациент оценивает задачи своего лечения? Так вот, оказывается, что врач думает, что он всё объяснил пациенту, и пациент понимает задачи своего лечения. А если спросить об этом же пациента, оказывается, что он ожидает от лечения совершенно другого. И единое понимание целей лечения есть только если спросить врача, зачем мы лечим этого пациента, а дальше этого же врача сказать, как вы думаете, как пациент считает, зачем он лечится. Так вот, естественно, если спросить одного и того же человека, то он думает, что он всё правильно объяснил. А оказывается, что это совершенно не так. Поскольку мой доклад о побочных явлениях лекарственного лечения, то расскажу немножко подробнее о том, зачем строить такой диалог в контексте особенно химиотерапии и любого лекарственного лечения. Мы должны помнить, что эффективный диалог снижает частоту возникновения побочных явлений. Чем лучше мы объясним пациенту, как предотвращать тошноту, рвоту, стоматит, расстройство питания, то тем лучше, чем меньше этих побочных явлений будет испытывать пациент. Мы снижаем степень этих побочных явлений, потому что если пациент знает, в какое время, какую интервенцию, какое действие предпринять, то меньше этих побочных эффектов, и меньшая сила этих побочных эффектов будет им испытываться. Это снижает частоту экстренных госпитализаций. Конечно, это снижает нагрузку на здравоохранение, потому что если пациент вовремя начнёт какие-то действия предпринимать, то с меньшей вероятностью он потом вызовет бригаду 0-3 и госпитализируется в скоропомощной, возможно, непрофильный стационар. Это улучшает, реально улучшает общую выживаемость пациентов. Пациенты живут дольше, если об этом говорить, улучшает качество жизни этих пациентов и улучшает приверженность пациентов лечению. Какие же проблемы? Я рассказываю, всё очень хорошо, здорово, нужно обо всём рассказывать. Так в чём же проблема? Начнём с того, что у врачей действительно нет времени для того, чтобы эту полноценную беседу вести. У врачей нету навыков эффективной коммуникации с пациентом. Этому никто не учил в медицинском университете, никто этому не учил в интернатуре, ординатуре. И зачастую врачи действуют по наитию. Так вот оказывается, что это по наитию иногда совершенно не оказывает те результаты, которые бы мы хотели. Пациенты вовремя не сообщают о своём плохом самочувствии. Это тоже проблема. Пациенты думают, ладно, само пройдёт или я что-нибудь предприму и сообщают не вовремя. У пациента нет достаточной информации, чтобы вовремя распознать опасные симптомы. Они просто не знают, чего ожидать. И плюс ко всему существует проблема того, что экстренные госпитализации в другие стационары, где нет онколога, который бы курировал осложнение лечения, приводит к тому, что лечение оказывается не до конца качественно, не до конца полноценно, потому что нету связи, нету полноценного онколога, который бы это всё делал. Расскажу про одно исследование, крупное храндомизированное исследование, которое было доложено на пленарной сессии АСКО в 2017 году о так называемом активном мониторинге симптомов пациента. Что это такое? В исследовании включались пациенты, которые проходили химиотерапию по поводу опухолей, молочной железы, ЖКТ, гинекологии, и пациенты были разделены на две группы. Одни пациенты действовали стандартно. Если им становилось плохо или они что-то ощущали, они могли связаться с лечащим врачом путём горячей линии или путём там в Америке есть часто сайты или приложения, на которых можно сообщить о своих симптомах. А вторая группа пациентов действовали с ними, действовали по-другому. Им раздавались планшеты, и каждый день, хотел того пациент или нет, он должен был отвечать на вопросы о своём самочувствии, вне зависимости от того, хорошо он себя почувствовал или плохо. И конечными точками этого исследования было качество жизни пациентов, количество экстренных госпитализаций и выживаемость. Как это всё выглядело? Пациенту на планшет приходили опросники, в которых он заполнял те или иные ощущения тошнота, рвота, температура, слабость. Если степень того симптома, который он заполнял, считалась опасной, то автоматический сигнал об этом приходил в медицинское учреждение, где он лечился. Поступал он чаще всего медицинской сестре о том, что пациент такой, это только что у себя на планшете отметил условно, что у него одышка очень сильная, которая не становится лучше или есть какой-то опасный симптом. И после этого медицинская сестра звонила этому пациенту, спрашивала об этих симптомах и предлагала или госпитализацию, или предпринимала какие-то действия, чтобы улучшить состояние пациента. Если же не было каких-то острых и опасных ситуаций, то в течение следующего визита у врача появлялась табличка, где было бы расписано о том действительно, что пациент ощущал в течение всего этого времени. И врачу было гораздо удобнее мониторить эти симптомы. Пациент может быть что-то забыл к следующему курсу или о чем-то забыл рассказать или не хотел, но у него есть удобная табличка, которая показывает о том, что пациент действительно ощущал в середине курса. Какие же результаты лечения, какие же результаты этого исследования? Во-первых, достоверно было показано, что у 31% пациента, то есть разница в 31%, улучшение качества жизни активного мониторинга по сравнению со стандартным. То есть если пациенту активно задавать вопросы о его самочувствии в период между курсами, то это может улучшать качество жизни этого пациента. Достоверно снизилось количество экстренных госпитализаций в группе у пациентов, у которых активно спрашивали симптомы, в том числе и другие стационары. И что особенно приятно, что достоверно было показано улучшение общей выживаемости. То есть действительно пациенты, у которых активно спрашивали об их симптомах, живут дольше. Как это могло сработать и с чем это могло быть связано? Первое, так называемое, успеть вовремя. Медицинский персонал, который получал информацию о симптомах, сразу же реагировал на них. Звонили пациенту, ранние интервенции, ранние действия, меньше необходимости госпитализации. Чувствовать себя лучше. Когда у пациента несколько дней подряд поговорил и показывал в планшете, рассказывал о том, что он чувствует себя не очень, то опять же, врачи и медицинский персонал могли предпринимать что-то, чтобы улучшить качество его жизни. Активное улучшение качества жизни повышает активность пациента и улучшает общую выживаемость. И контроль над симптомами позволяет пациентам дольше переносить химиотерапию, меньше побочных эффектов и меньше досрочных окончаний лечения. Тоже всё это привело к этому. Это только один из вариантов, одно из исследований, просто на котором я заострила внимание, которое показывает, как можно это устроить и насколько это важно. Есть прекрасные исследования в виде постерных докладов, которые говорят о том, что видеолекции для пациентов, которые развешаны в залах ожидания, где рассказывают достоверную информацию о заболевании, улучшают понимание пациентам своего заболевания и улучшают и переносимость лечения в том числе. Мы все знаем, и об этом будет говорить Михаил Савельевич, о памятках для пациента и о возможности получить достоверную информацию о своём заболевании, насколько это важно. Так как же реально можно улучшить диалог врача и пациента? Что мы можем делать со стороны врача? Первое. Мы должны каким-то образом научиться навыкам эффективной медицинской коммуникации. Иногда это значит просто замолчать. Анастасия Сергеевна, у нас с вами время, поэтому как-то по возможности... Да, у меня один слайд остался. Навыки эффективной медицинской коммуникации и контроль за эмоциональным выгоранием. Со стороны медицинского учреждения это роль координаторов, горячие линии для пациентов, чтобы наладить обратную связь. Со стороны пациента это вовлечение близких в процесс лечения, доверие врачу и чтение достоверных источников информации. А со стороны сторонних организаций это школы пациентов, приложения для пациентов, информационные порталы и мобильные приложения. И еще раз хочу отметить, что это командная работа, и врач-пациент всегда на одной стороне, и мы всегда открыты к любым диалогам. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...